Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Живые есть? Часть 2, глава 8, деревня. Телега на ухабах клонилась то в одну сторону, то в другую. Ноги затекли из-за того, что не было возможности их вытянуть. Комары грызли прямо в дороге, а платье кололо все тело. Но это казалось не таким страшным по сравнению с предстоящей свадьбой. Парень, за которого меня отдавали, тоже был не из местных. Им не было не в домик. Зачем селить нас в богом забытой деревушке, да еще и с нехорошим названием. Серые пни. Ну что за название для жилища людей. Словно Русь еще не покинула эти места. И названия до сих пор даются по первому, что бросится в глаза. Рядом со мной в телеге лежали два больших свертка и сундук. Вот, все мое преданное. Родители лихо откупились, отдав меня за первого встречного, лишь бы скрыть правду. Возможно, что и у Николая есть тайна, иначе, зачем ему такая невеста? Я почесала бок и попыталась удобнее устроиться на сырых досках. Дождь закончился еще в полдень, а сырость будет стоять до самого покоса. Впереди замаячили домишки, и свора собак издалека кинулась тявкать на лошадей. Тьфу! Пошли прочь, шавки, прикрикнул возница и спрыгнул на землю. Я от страха быть укушенной, еще сильнее сжалась в телеге. Дальше не повезу. Обратился ко мне мужик и закурил махорку, и скоса поглядывая на деревеньку в низине. Чего это? Не поняла я, а тот начал выгружать мои вещи. Я и так далеко завез. Дальше не ногой. А, как же вещи я? Ты ж в белом, глядишь, издалече тебя заметят. Да придудь, дядь! Взмолилась я, когда сундук и тюки уже лежали в траве, а он потянул меня за руку, не оставляйте одну. Собаки резко стихли и разбежались так, и не добравшись до телеги, ну, его. Я полетела на мокрую землю, а мужик хлестнул лошадей, да умотал в обратном направлении. И так страшно стало в надвигающихся сумерках, так грустно, что я, недолго думая, разревелась. А рядом лес, звери дикие ходят, рычат, сопят. Того и гляди. Не стать мне женой для Николая. Эй, ты чего в сырой траве лежишь, еще застудишься? Я подняла голову и поняла, что передо мной суженый. Просто, кто еще мог знать, что я сюда еду, ты, Татьяна? Спросил он, поднимая меня на ноги, угую. Значит, невеста моя, угу, хорошо. Ты бери тюки, а я сундук и пошли по этой вот тропинке. Я чуть за полдень приехал, сам еще толком дорог не знаю. Угу, как сова повторила я. Тань, ты только не реви много, нам еще жить вместе, странно сказал Коля и пошел впереди. Деревня оказалась ближе, но еще угрюмой. Десять домиков с печками, три общих сара. Продолжение читайте на сайте jash.club